Новая социальная программа появилась в городе два года назад, и если поначалу женщин приходилось уговаривать пойти на курсы, то теперь недостатка в курсистках нет. Около 50 человек уже воспользовались данной услугой. В 2012 году у нас 9 человек прошли обучение повышения квалификации, в том числе 7 женщин жительницы Ленинска-Кузнецкого. В этом году планируем обучить 8 женщин. О сути программы ее потенциальным участницам рассказали на семинаре в центре занятости, который прошел накануне. А суть в том, чтобы адаптировать выход женщины из декретного отпуска к изменяющимся условиям жизни. Каждая женщина сама должна определиться, на кого она хотела бы поучиться и в каком учреждении повысить свою квалификацию. Женщина, допустим, занимаясь делопроизводством, может повысить свою квалификацию, например, кадровое делопроизводство, либо это архивоведение. Если имеется образование бухгалтера, можно пройти повышение квалификации и поучиться, допустим, программному комплексу 1С. Когда Ольга Каргопольцева после декретного отпуска готовилась снова выйти на работу, выяснилось, что последнее категорически изменилось. Здесь появилась система ГЛОНАСС, освоить которую без дополнительной подготовки проблематично. Занималась я в течение месяца, чуть больше месяца, как бы в принципе немного, по два часа в день, не считая выходных. На курсах мы занимались, мы проходили программы, проходили Microsoft Office, уже новый, 2012 года. Вообще понимать компьютер, понимать офисные программы, с которыми мы тоже работаем, меня там научили, даже дали основы 1С. Теперь подсчитать, во сколько у водителя закончится дистоплива, какой километраж пройден за день и где машина находится в конкретную единицу времени, для Ольги не составляет никакого труда. Трудовая дисциплина повысилась? Да, да, обязательно. Как это видно? Ну, как видно. Во-первых, никто никуда уже точно не уедет, потому что в любой момент я могу посмотреть. И что сделаете, если он не на месте? Звоню по телефону, да, спрашиваю, где ты? На семинаре объяснили, выбор места обучения и самой профессии зависит только от вашей фантазии. Ленинск, Кемерово, Новосибирск, пожалуйста, поварам, флористам, визажистам, сколько угодно. Важно выполнить несколько условий. До выхода в декрет нужно быть официально устроенной на работу. После обучения, в течение года, начать работать в новом качестве. За судьбами выпускниц здесь следят, тем более, когда в жизни женщины происходят кардинальные изменения. Обучилась женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком. Она всегда была как бы кладовщиком. Сейчас получила определенные знания и работает бухгалтером на предприятии. Переквалифицироваться из кладовщиков к бухгалтера Татьяне предложил работодатель. Нужные курсы нашли в Ягазово, но платить за них и за проезд женщине ничего не пришлось. Наоборот, платили ей. В период обучения женщина получает стипендию в размере 4,611. После предоставления подтверждающего документа в женщине возмещается проезд, возмещается стоимость проживания. Ну и если она обучалась за пределами города. Итак, если вы решили, что такие курсы вам нужны, стоит обратиться в центр занятости, это может сделать и ваш работодатель, и написать заявление. Остальное дело специалистов. На случай, если вы все еще сомневаетесь, совет от тех, кто курсы уже закончил. Не раздумывая, нужно идти, повышать свою квалификацию, приобретать новые профессии и применять, внедрять свои эти знания, приобретенные в учебном центре.